Цифровое телевидение. На повестке дня заседания правительства с прошлого года полностью завершен переход на цифру. В этом процессе задействованы все правительства, частные компании, волонтеры. С властей выделение средств на закупку цифровых приставок для малоимущих слоев населения. Мы для этого предусмотрели в бюджете 5 миллионов рублей. Те, кто социально незащищенный, смогут компенсировать расходы на приобретение этих цифровых приставок в случае, если действительно понадобится. Мы сегодня рассмотрим все эти вопросы, как идет работа и какие дополнительные решения необходимо будет принять. Переход для граждан будет безболезненным и для многих незаметным. До 15 апреля все жители должны разобраться, нужны им приставки антенны или же нет. Преимуществами цифрового телевизионного вещания всем понятно. Это обеспечение высокого качества изображения, звука, устойчивость цифрового сигнала к помехам. Но при этом процедура подключения и перехода на цифровое телевидение очень проста. Ее без проблем можно выполнить самостоятельно. Покупка приставки обойдется в среднем в 990 рублей, а антенна стоит от 300 до 1500. Власти помогут материально малоимущим гражданам, тем, чей совокупный доход в месяц составляет величину ниже прожиточного минимума. Если речь идет о покупке приставки, то в совокупности это не более 1000 рублей, но при этом минимальная цена 990 рублей. Мы понимаем, что полностью затраты будут компенсированы. Если человек купил комплект, то есть приставку и антенну, то компенсация составит не более 2500 рублей. С учетом стоимости антенны мы тоже понимаем, что фактические затраты в эту сумму будут полностью покрыты. Одиноким пенсионерам или тем, кто с техникой на «вы», перейти на цифру помогут волонтеры. Пригласить их к себе можно, оформив заявку в территориальном органе соцзащиты. Эта услуга совершенно бесплатная. Власти предупреждают об этом, чтобы избежать фактов мошенничества. На территории области будут работать 800 волонтеров. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.